Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-Регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. Почему курорту не хватает электроэнергии? Причины нередко кроются в недобросовестных потребителях. Анапчане на пьедестале почета. Второе место заняла команда на ежегодном смотре военно-полевых сборов. Анапа принимает участников 9-го фестиваля союзного государства «Творчество юных». Сейчас обо всем подробнее. В пик курортного сезона отключение электроэнергии вызывает массу негативных эмоций у отдыхающих и анапчан. В нашем сюжете лишь маленькие подробности того, почему городу не хватает электричества. Они-то и становятся причиной глобальной проблемы. Витязева – полдень. Жара стоит такая, что даже кондиционеры не совсем справляются с полуденным зноем. Сегодня со специалистами «Кубанинерго» и «Кубанинергосбыта» мы получили доступ по станциям, вызывающим массу вопросов у специалистов. На этой – 8 абонентов с одной стороны, плюс 9 потребителей с другой, потребители – отели в несколько этажей, стоящие через дорогу. Когда они строились и заключались договора на электрообслуживание, обозначены они были как жилые дома с нормой потребления 15 кВт. Теперь они потребляют такие мощности, что не выдерживают и сгорают трансформаторы тока. Такой момент из-за чего происходит? Именно из-за перегрузки. В предписании, когда мы писали поставить в одно отключающее устройство, дабы он выбирал именно ту мощность, а не какую-либо другую, потребитель в дальнейшем переделал эту схему на прямой рубильник. То есть этот рубильник будет, пока он не полыхнет. И именно из-за подобных объектов у нас и происходит отключение, перебои. Эти трансформаторы тока рассчитаны на огромную мощность и должны выдерживать 600 кВт. Это ж насколько надо превысить мощность, чтобы они сгорели? Явных нарушений здесь огромное количество. Здесь везде стоят трансформаторы тока, но, как вы видите, они не опломбированы. То есть учет по ним не ведется. Согласно 861 и 442 постановления, расчетными они не являются, так как на них отсутствуют пломбы энергоснабжающей организации. Вопиющим фактом является и то, что на всех счетчиках этой ТПшки отключены автоматы. Счетчики формально есть, а по факту они ничего не фиксируют. Потребления электроэнергии вроде бы как и нет. Давайте называть вещи своими именами. Воровство электроэнергии налицо. Те счетчики не работают, которые должны быть. Работает только один головной. Все потребители, вот эти вот, которые есть, вот эти гостиницы, которые вы видели, они платят не Кубанинергосбыт, а платят собственнику подстанции, что является уголовно наказуемым деянием незаконное обогащение. На сгоревшие трансформаторы и на безучетное потребление Кубанинерго составляют акты только штрафы. Все равно реально не компенсируют реальных потерь. Имея договор, мы можем его посчитать только по мощности им у нас полученной. То есть, фактическая мощность сейчас превышает 100 крат. То есть, мы сейчас ему можем выставить, на тот момент, пока не будет вестись учет, мы ему выставим, допустим, по 15 киловатт, а фактически он потребляет просто сумасшедшую мощность. Вот, как бы, это прямые потери наши. И из-за этого мы потом и не можем ни ремонты, ни сети восстанавливать. И снова Витязева, проэст Ориона-3. Здесь тоже многоэтажная гостиница, имеющая десятки кондиционеров на каждом этаже. Бассейн с подогревом, кафе. В общем, полный релакс, но без разрешения. А значит, без оплаты по фактическому расходованию. Данный абонент не заключил договор с Кубанинергосбытом на оплату за электроэнергию. Он выполнил технические условия, технические мероприятия, сделал проект электроснабжения данной гостиницы. Но он не имеет права оплачивать за электроэнергию, потому что нет договора. Такие факты не просто пренебрежение законами. Это плевок хозяев гостиниц высоты великолепия их многоэтажек на город в целом. Для них не важно, что кому-то в сезон не хватает электроэнергии. Откровенно ворующие думают не о городе, а о собственном кармане. Казаки Таманского отдела Кубанского казачьего войска провели традиционные военно-полевые сборы. По Добинском тренировались более тысячи казаков. Также в сборах участвовали кадеты и ученики казачьих классов. Команда анапчан заняла второе место. Военные занятия прошли по Добинском в исторических казачьих лагерях. В программы включены традиционные казачьи дисциплины и полный курс армейской подготовки, который проходят современные солдаты, начиная от физкультуры и заканчивая маневрами и строевыми упражнениями. Казаки изучили основы тактической горной подготовки, овладели навыками минно-взрывного дела и основами первой медпомощи. Это нужно, конечно же, казакам, чтобы они не забывали навыки военные. Ну, а детишек мы сюда берем для того, чтобы они обучались и уже более подготовленные шли в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Многие тренировки в полевых условиях ведут офицеры ВДВ, спецназы, других подразделений. Они рассказывают, как отличать и обезвреживать взрывные устройства, правильно обустраивать боевые позиции, а также читают лекции по стратегии и тактике. На военно-полевых сборах в этом году все дивизионы показали высокую организованность и проявили волю к победе. Я хочу отметить особо дивизион казаков Анапского района, казачье общество, которым командует полковник Кислицкий. Я скажу, вчера они меня удивили перед тем, как приступить к огневой подготовке. Они проводили тактические занятия, встречный бой, другие мероприятия. Я вам скажу, все продолжено на высочайшем уровне. Интенсивный курс армейского дела казаки прошли всего за три дня. В рамках казачьей спартакиады состояли соревнования по гиревому спорту, стрельбе с пневматической винтовки, метанию ножа и гранаты, перетягиванию каната. А намчане по итогам всех соревнований заняли второе место. Анапа принимает гостей из союзного государства России и Беларуси, участников ежегодного фестиваля творчества юных. В администрации города накануне открытия фестиваля прошла пресс-конференция, после которой церемония возложения цветов к стеле «Город воинской славы». Вечером на главной сценической площадке Анапы на Театральной площади дали яркий старт фестивалю творчества юных. Подробности в нашем следующем сюжете. Перспективы курортной Анапы развития фестиваля союзного государства творчества юных обсудили на пресс-конференции. Журналистам двух стран России и Беларуси первые лица города-курорта и организаторов фестиваля рассказали ключевые основы работы. Наш город, наверное, сегодня можно назвать без преувеличения уже центром российско-беларусских культурных связей, потому что фестиваль союзного государства России и Беларуси творчества юных проводится на нашей земле уже восьмой раз. Вот Анапа, она имеет негласный титул – фестивальной гавани России. Почему? Потому что ежегодно у нас в городе проводится более 30 фестивалей международного и российского уровня. И нужно сказать, что фестиваль творчества юных по праву занимает очень важное и очень серьезное место среди этих фестивалей. Остановились подробно на ведущей отрасли города – санаторно-курортной. В этом году Анапа приняла более 3 миллионов гостей с увеличением показателя прошлого года на 14%. Услуги гостям курорта оказывают почти 600 здравниц и пансионатов, 111 работают круглогодично. Презентационную эстафету приняла Ольга Виноградова, заместитель начальника Департамента социальной политики Постоянного комитета Союзного государства. Союзное государство – вообще специфическое образование, и журналисты, наверное, это уже усвоили, особенно те, кто работает с нами, с постоянным комитетом, с его сотрудниками на первый год, но не на первом предстории. Основная наша задача – это координировать и помогать интеграционным процессам между структурами различными, между прежде всего министерствами и ведомствами России и Беларуси. У нас этого мало, и мы считаем, что должны быть еще и яркие, красочные мероприятия. Кроме фестиваля творчества юных, организованные проходят десятки конкурсов и фестивалей для талантливых детей. Поле для реализации способностей предоставляют лирикам и физикам. С юными технарями работают академики двух государств. Главное отличие творчества юных, и это ответ на один из вопросов пишущей братьи, фестиваль дает возможность показать себя пока еще не дипломированным талантам, а детям из глубинок России и Беларуси. Как позже отметил Илья Рейзис, директор фестиваля, именно этот конкурс дает талантам блестящий старт на большой сцене. Поблагодарили за профессиональную поддержку фестиваля начальника управления культуры Марину Мельникову. Я полностью присоединяюсь к словам Георгии по поводу благодарственных слов в адрес администрации города Анапы за помощь в организации фестиваля. Ну вот здесь в зале сидят два человека, которых я просто не могу назвать, потому что с ними пройдет 9-летний путь. Это вот Марина Борисовна Мельникова, начальника управления культуры города Анапы, и ее заместительства Марина Мельникова, вот они сидят. И после пресс-конференции организаторы фестиваля прошли к стейле город воинской славы, возложили к мемориалу цветы и венки. Слава ветеранам, которым мы обязаны нашим мирным настоящим и уверенным будущим. И еще чуть позже, после торжественных и официальных церемоний, на Театральной площади начался праздник. Ведущая Илона Броневицкая известила о старте 9-го фестиваля. Рада сказать эти слова. Вновь вас приветствует ставший уже традиционный детский фестиваль Союзного государства Беларусь-Россия – творчество юных. Здравствуй, фестиваль! Ее помощники тик и так, вне времени и пространства, путешествовали по двум странам, приглашая на сцену самых талантливых детей России и Беларуси. В целом мире есть красивые, где сестры Беларуси-Россия. Но самое интересное, как обычно, происходило за кулисами. Удивительные, грациозные и в уникальных нарядах белорусские Золковыска охотно продемонстрировали наряды еще раз. Мы сами делаем их своими руками. Идеи нам помогают придумывать руководитель. Ну а сами эскизы мы рисуем сами и потом делаем костюмы. Прямо вот это все сами? Да. Сколько это делалось? Ну, эти девочки делали, ну, девочки старше нас, которые были раньше. Но этот костюм, вот мы делаем коллекцию. И обычно коллекцию делаем около года где-то. Мы показываем национальную культуру белорусов, которая выражена именно в наших костюмах. Здесь используется и солома, и разное сочетание, например, черной ткани и соломы, бархата и соломы. Мы привезли с собой несколько коллекций, но именно на открытии показываем только одну. Мы показываем себя в первую очередь, себя в костюмах, которые мы делаем. Мы представляем свою страну, и это, ну, очень ответственный шаг. Мы все очень волнуемся. Россия – это, конечно, уникальная страна. Я всегда хотела здесь побывать, ну, потому что страны соседей, но все равно менталитет разный. Вот. Жалко, конечно, что мы пока что только побывали в Анапе. Хотелось бы, конечно, объездить каждый уголок этой страны. Самые милые и самые пушистые участники фестиваля, едва отдышавшись после выступления, поделились впечатлениями о зрителях и о коллегах по творчеству. Замечательный номер у нас называется «Мультсюрприз». Мы думаем, что все дети любят мультфильмы. С удовольствием их смотрят. Детство, игрушки. Все, что должно окружать детей в наше время. Участницы вокально-инструментального ансамбля «Теремок» подпевали и российским коллективам, и белорусским. Своим же номером взорвали зал под открытым небом аплодисментами. Мы хотим передать людям народную культуру, чтобы они ей жили, заложить ее в сердца людей. Молодцы! Спасибо! Что почувствовали, как вы видели вас, когда вы ездили, слушались. Спасибо вам, друзья! Нам очень понравилось. Мы были рады, что они поняли, что мы даем им. Это было очень сложно, очень сложно. Мы старались на полную катушку, и все-таки у нас получилось. В «Фанапе» да, мы первый раз, вот здесь совсем коллективом. Мы первый раз, и вот мы ходили, просто удивлялись всему, что здесь было. Это не описать, слава его, это просто, это великолепно. Море видели. Да, видели, что они ходили на море, гуляли. Фестиваль союзного государства России и Беларуси пройдет в «Анапе» с 18 по 25 августа и откроет новые звезды в бескрайнем пространстве географии двух стран. Маршрутка, как средство передвижения, летом малопривлекательный вид транспорта. Особенно, когда она переполнена, когда водитель группы или так молчалив, что не объявляет остановки. Фактов таких становится все меньше в нашем городе. Но наш рассказ сегодня о том, как обычный водитель обычной маршрутки превращает путешествие к морю в несказанное удовольствие. 25 маршрут – это всегда поездка к морю или с моря. Настроение во время такого путешествия полно романтических чувств. У тех, кто приезжает к нам отдыхать, особенно. Музыкальный фон в таком состоянии пассажиров был бы уместен. Но водитель маршрутки под номером 995 включает не дешевенькие шансоны, даже не национальные мотивы, хотя он настоящий армянин. У рек известны есть свои истоки. И жизнь нам преподносит бесценные уроки, чтобы жить красиво, мудро и богато. Норик Ашанян на своих рейсах включает стихи прекрасных русских поэтов, мудрости Амара Хаяма, которую читают лучшие российские актеры. Одиночество вкус никогда не страшил меня. Но в этот раз я надрывно кричу, как отчаянный трус, осознав, что ты очень нужна мне сейчас. Маршрутка в такие минуты затихает и слушает непривычный в будничной жизни жанр. Не раз приходилось видеть, что пробирает до слез. Когда люди выходят и благотворят меня, я еще... Благодарят, к слову, сказать не все. Кому-то высокий стиль не по душе. Он говорит, что вы слушаете? Мне говорят. Я вот сижу оден в машине, еще никого нету. У меня 10 минут стоянка. Я говорю, женщина, вам не нравится? Культурно, не оскорбила, ничего. Она пошла жаловаться. Вот, клянусь. Я тебе говорю, я в шоке был. Всех не угодишь. Зато от Норика вы никогда не услышите грубого слова. Он объявляет все остановки, в его маршрутке чистое, и сам он всегда аккуратно одет и источает французские ароматы. Его не случайно между собой маршрутчики называют француз. Почему вас называют французом? Ну, я в Франции прожил там 16 лет. Работал Норик на заводе, и язык в рабочей среде выучил очень быстро. В Анапе он иногда обращается к иностранцам на французском. На остановке останавливаю. Я говорю, месье, вы говорите француз? Вот так посмотрел на меня. Ой. Во французском Ливоне он жил с семьей. Так случилось, что жена осталась с детьми, а он вернулся. Дети навещают отца, и сейчас у него в гостях. Но размышления о смысле бытия не покидают отца. Когда я там прожил, я еще увидел более того, что я, ну, насколько я боговерящий человек, но я увидел и больше это начал сопоставлять, что как надо жить, да, вот на самом деле. У них понятия другие, у нас другие понятия. Чтобы сказать, что люди плохие? Нет. Вот такие люди. Обалденные. Философские вопросы о смысле жизни и любви не чужды никому. Поэтому единственная в своем роде маршрутка, в которой звучат прекрасные стихи, уникальное явление в Анапе, которое, кстати, пришлось по душе отдыхающим. В четверг, 21 августа, в 18 часов, в прямом эфире телеканала «Анапа. Регион» смотрите программу «Прямой разговор» с представителями новой клиники в Анапе «Клиника-123». Ответы на интересующие вопросы можно получить во время прямого эфира на телеканале «Анапа. Регион» с 18 часов до 18.30. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды, партнеры выхода прогноза погоды, салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи! Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – 4 квартал 2014 года. Телефоны – 48300 и 48333.